Дорогая церковь, мне снова выпала привилегия поделиться словом о пожертвованиях. Но так как у нас накануне был праздник, День России, и все мы хотим величия нашей стране, не правда ли? Мы все хотим, чтобы наша страна была процветающей, красивой, прекрасной для жизни, для благочестия. И у меня к вам вопрос. Наверняка вы задумывались, как бы мы хотели, чтобы наша страна преобразилась. И мы всегда думаем так, что раз рыба гниет с головы, значит нужно и благословлять только голову для того, чтобы рыба благословилась. И мы молимся за нашего президента, мы молимся за наше правительство, и мы продолжаем это делать. И когда в израильском народе был царь благоугодный Господу, народ процветал, он славил его, он делал приятные Богу вещи. Когда царь был нечестивый, когда он не поддерживал его закон, когда он был идолопоклонником, то и народ развращался. Но вот какое дело. Я хочу вам предложить задуматься немножко о другом ракурсе. «Независимо от того, какой царь, независимо от того, кто вокруг вас, были такие люди, как Иосиф, были такие люди, как Даниил, Анания, Месаил, Азария, которые были в чужой стране, были рабами, но они оставались перед Господом верными. Они продолжали свое сердце готовить к тому, чтобы прославлять Господа. И что интересно, что даже ученики, когда пришел, и не только ученики, народ, ждали, когда Иисус воцарится. Они так хотели его посадить на трон, и они ждали. Вот он сейчас въедет в этот Иерусалим, он избавит нас от римского давления. Даже люди приближенные, они мыслили так же, они хотели свергнуть власть, они хотели поменять ее, они хотели снять этот гнет. А у Господа были свои мысли, свое понимание. У него было царство внутри, царство в сердце, которое он распространял вокруг себя. И Даниил, Иосиф, они были похожи в том, что они были рабами. Их взяли в плен, Иосифа братья предали, Даниила, можно сказать, народ взяли полностью в плен. Его взяли для того, чтобы, мы все знаем эту историю, суть в чем, что и тот, и другой, они были рабами. Но они продолжали быть верными Господу, и Господь их возвысил. Потом была проверка, опять же, и Иосифа, и Даниила. И проверки были очень непростые. И после этих проверок Господь снова их возвышает. Потом были новые трудности, новые проблемы, и Он снова их возвышает. И итог какой? Они стоят на такой позиции, которая может благословить не только их народ, не только их семью, но и нации, которые вокруг них. И я хочу предложить вам именно этот путь, который предлагает нам Господь. Потому что гордым Он противится. Когда мы выбираем путь через верх, когда мы хотим встать на главенствующую позицию и сверху над всеми управлять, это говорит о том, что мы можем только силой, каким-то наказанием что-то делать. Но когда мы можем, находясь в том месте, где мы есть, смириться о смиренных, смиренным Господь не противится, смиренным Он дает благодать. И Он благословляет тех, кто смиряет свое сердце, и Он подготавливает. Мог ли Иосиф подумать, находясь в Орве, о том, что он будет цифнаф-паниахом, находиться в Египте вторым после фараона? Мог ли Даниил догадаться о том, что, находясь в рабстве, находясь в этой академии у Навуходоносора, что он станет помощником и советником, и он будет над всеми мудрецами? Могли ли они это представить себе? И, наверное, каждый из нас сейчас думает, ну, что я могу? Ну, я нахожусь в своем городе или в своей деревне, или я не знаю, чем я могу быть полезен сейчас в всей стране, как я могу исправить крупные проблемы и сложности, которые возникли. Важная вещь, которую мы можем сделать, написано во 2-м Пролипоменон 7.14. «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Как все просто. Господь говорит, взыщите лица Моего, смиритесь, попросите прощения за то, что вы сделали неправильно до этого, начните, перелесните эту страницу, и я благословлю вас, я исцелю вашу землю. И вот, что я хотел бы пожелать каждому из нас, чтобы мы могли каждый на своем месте распространять царство. Ведь патриотизм, о котором сейчас, наверное, много кто размышляет, он может проявляться по-разному. Дело только в том, что с того момента, как мы принимаем Христа, мы перестали быть только российскими гражданами, или гражданами той страны, которой вы являетесь, но вы стали также гражданином небес. А это значит, что ваше правительство и ваша глава здоровы, и она прекрасно себя чувствует. И мы сейчас можем с вами, находясь здесь, в чужой стране, потому что наша настоящая страна – это небеса, мы можем здесь быть примером, мы можем здесь распространять царство небес. И это царство, оно будет покрывать тех, кто рядом с нами. Оно перельется на нашу семью, на нашу работу, на наших друзей и на наших знакомых. И тем самым это нельзя будет остановить. Если мы вместе с вами объединимся и захотим смириться, чтобы Господь мог работать с нашими сердцами, то Он сможет сделать ту работу, о которой мы даже не мечтали. Он сможет продвинуть нас и поднять на те позиции, которые будут позволять нам влиять на те нации, которые вокруг нас. И я благословляю сейчас щедростью, я благословляю сейчас мудростью и вниманием к слышанию голоса Божьего, чтобы каждый из нас мечтал приблизиться к Господу не только телом, но и душой, и духом. Я благословляю, чтобы каждый из нас осознавал ту важность, которую Господь дает нам в этом дне, именно сегодня. Не пропускать тот момент, где мы находимся. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за те семена, которые Ты нам даешь, что мы их сеем. И что мы не сеем хлеб. Мы хлеб едим, но семена мы не кушаем, мы их сеем. Для того, чтобы выросло еще. Для того, чтобы Твоя верность могла проявиться, потому что Ты верный. Ты сказал, испытайте меня хотя бы в этом. И я прошу Тебя, Господь, благослови, обильно излей Свою благодать и милость. В это время, которое кажется непростым, но я благословляю, чтобы каждый, кто верит Тебе, кто доверяет Тебе и не боится, он знает, что его жизнь в Твоих руках. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты видишь наши сердца. Ты знаешь их глубину, Ты знаешь их чистоту или грязноту, но мы полностью доверяем это Тебе. Мы знаем, что когда Ты омываешь, Ты делаешь белее снега. Я благодарен Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою благость. Во имя Иисуса. Аминь. Сеем с радостью. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя, что каждый рубль, каждый евро, каждый доллар, все, что Ты даешь сейчас, это посев для возрождения России. Мы утверждаем, что Россия не останется прежней. Мы говорим, что Твои дети, они знают, что они творят. Мы ничего не делаем просто так, но то, что мы делаем, оно обязательно возойдет урожаем. Урожаем в наших домах, урожаем на территории и наших полей земли. Я благодарю Тебя, что мы говорим на старте лета. Поля и урожаи России вам надлежит всем не просто созреть, а дойти до результата, чтобы они не были испорчены никакими удобрениями, ненужными химическими составами, чтобы они не были разорены и в будущем разворованы. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас полагаем защиту для всех полей России. Мы благословляем Тебя, Россия, способностью рождать. Рождать здоровое, рождать целостное, рождать живое, рождать то, что будет подкреплением для народа, живущего на этой земле. И как когда-то Россия кормила многих хлебом, то мы сейчас возвращаем и этот статус. Потому что, возвращаясь в дом хлеба, она сама становится таковым хлебом. Потому что, Иисус, Ты родился в Вифлееме, который называется домом хлеба. И Россия себя называла Святой Русью. И мы сейчас говорим, мы возвращаем этот статус для Тебя, страна. Мы возвращаем быть отделенной Тебе от системы Вавилона, отделенной от общественного мнения, отделенной от всего того, что является унижающей природой, насильственной природой, чтобы Ты сама вышла и другим помогла выйти. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодняшнее служение посвящено преображению нашей земли. И я благодарна Тебе, что каждая его часть, она Тобой вымерена, взвешена и кладется в Твою сокровищницу, чтобы на земле урожаи были собраны на сто процентов. И чтобы этим урожаем, этими плодами мы почтили Тебя, Господь, принеся пред Твое лицо Твое с прибылью. Благодарю Тебя, Дух Святой, что на старте этого слова я хочу высвободить огонь Духа Святого, чтобы Он прожигал все то, что надо прожечь, чтобы никакие твердыни, они не могли остаться, чтобы Твой молот разбивал эти скалы, скалы невежества, скалы неверия. И даже если кто-то случайно попал сейчас на этот канал, я благословляю Господь, чтобы Дух Святой, Он захватил внимание, потому что то, что надо слышать, то, что надо увидеть, оно значимо для человека. И Ты сегодня дал эту возможность, этот шанс попасть на эти волны эфира, чтобы оказаться свидетелем того, что делает Бог в 21 веке в России. Я благодарю Тебя, Господь, что наша сегодня привилегия – это быть сосудами, взятыми Тобой в удел. И поэтому я благословляю каждого человека познавать Тебя как Отца, познавать Тебя как Творца, познавать в лице Иисуса Христа Твое спасение и проложенный путь, потому что Иисус открыл дверь, стал путем, но идти по Нему нужно каждому, чтобы войти в полноту жизни, войти в полноту радости, которая пред Твоим лицом. Субтитры создавал DimaTorzok